В предыдущем видео данного курса мы говорили о циклах for и строках. Как могут циклы for взаимодействовать со строками в Python? Теперь у нас другая тема, в которой играют важную роль знаки сравнения. Больше, меньше или равно. Как мы помним, в Python нужно два знака равно. А не один. Это не математика. Сейчас мы поговорим о сравнении строк в Python. У нас имеются две строки. Диван и стол. Каждая из них прикреплена к определенной переменной х и у. Что нужно сделать, чтобы сравнить эти две строки? Первое, что приходит в голову многим, это то, что нужно измерить длину каждой строки и затем сравнить, какая строка короче, а какая строка длиннее. Как можно измерить длину строки? С помощью функции лен. Мы уже о ней говорили в данном курсе. Пожалуйста, поставьте это видео на паузу и напишите программу, в которой с помощью лен можно сравнить обе строки. Для того, чтобы написать данную программу, я воспользуюсь ключевым словом if и, конечно же, функция len. If len от х больше, чем len, или длина строки, которая прикреплена к переменной х, больше, чем длина у, print dp. Диван победил. Какие еще есть варианты? Если len от противоположной х меньше, чем len от у, то пишем, что кто победил тогда? Стол победил, sp. И еще один вариант остался какой? Если длина строки, которая прикреплена к переменной х, равна длине строки, которая прикреплена к переменной у, то print ничья. Вот так вот мы пишем, ничья. Ничья. Можно было написать под, кстати. Напишем лучше под. Короче и лучше транслитерировать. Ну, запускаем нашу программу. Работает данный код? Нет, не работает. Где ошибка? Не забываем, что в Python мы пишем два знака равенства. Когда хотим показать равенство чего-либо, это не математика, это Python. Два знака равенства в программировании здесь используем. В данном случае какой будет вывод? Нет, конечно же, диван победил. Как можно усовершенствовать данный код? Сейчас он выглядит как набор разрозненных блоков, независимых друг от друга, блоки 3, независимых блока if. И на самом деле это не очень хорошо, не очень логично. Код все-таки должен быть как текст. Здесь как у нас три абзаца, они связаны друг с другом. А лучше было бы, если бы, например, второй абзац был бы связан с первым, и третий абзац был бы связан со вторым и с первым. Как можно переписать данный код, чтобы его улучшить, чтобы все три блока были связаны между собой? Какие есть идеи? Можно, например, заменить ключевые слова if во втором и в третьем блоке на другие ключевые слова. Какие у нас есть логические ключевые слова? Например, элиф и элс. Подумайте, как можно это сделать, как можно вот эти строки изменить, вторую строку if и третью строку if, чтобы получился код, где все три блока между собой взаимосвязаны. Ну или хотя бы второй блок связан с первым, а третий блок связан с первым и со вторым блоком. Как это можно сделать? Для начала я заменю строку if, я заменю ее элиф. Ключевое слово if просто заменю словом элиф. Почему? И условия ставлю тем же. Что изменилось? Зачем это делать? Потому что элиф, элс, да, это элс, иф. Элс – это противопоставление этому вот ифу. То есть мы сразу ссылку даем на первый блок, и уже эти блоки будут взаимосвязаны. Второй и первый. Элиф. В противном случае, если… То есть мы говорим, если длина х больше длина у, то пишем то-то. В противном случае, если… То есть вот именно это маленькое дополнение в противном случае нам уже позволяет видеть связь между первым блоком и вторым. Они уже не являются… Второй блок уже зависит от первого. Ну и как мы заменим третий блок? Что можно сделать? Что можно написать вместо этого if? Ну как? Мы здесь сделали одна… Три всего здесь, три варианта. Первый вариант мы уже отработали с этим if. Второй вариант отработали с l if. И остается третий вариант, который противопоставляется и первому блоку, и второму. Мы просто пишем else. Всего там три варианта. То есть если одна длина больше другой, если длина х больше длины у, если длина у во втором блоке больше длины х, и остался третий вариант. В противном случае, если ни одна длина является больше другой, в противном случае, это и так понятно, если мы пишем else, то что эти длины в таком случае они равны. Вот так мы можем улучшить наш код. И будет уже как будто один цельный связанный текст из трех абзацев, взаимосвязанных между собой. Как еще можно сравнить эти две строки? Рассмотрим второй вариант. И рассмотрим второй вариант без функции len. Не буду использовать функции len. Напишу просто. Если х больше, чем у, print dp, диван победил. Перепишем код сейчас этот, только без len. И не забудем про наше улучшение. Мы его улучшили, про усовершенствование. элиф, х меньше у, пишем, что, кто победил у нас теперь, что он победил. Ну и последний случай, это else, пишем под. Лучше, чем ничья. Запускаем код. Что получаем? Какой у нас тут будет вывод? А вывод будет s. p. Стол победил. Вот почему? Противоположный. Тут диван победил, а тут стол. Почему стол победил? Что случилось? Что происходит? Как вообще это работает? Для того, чтобы понять, как работает этот код, код, необходимо знать, что в Python существует ASCII код. Каждый знак, каждый символ, который мы используем, они разные. У каждого символа есть свой ASCII код, свой особый код. Он называется ASCII. Здесь мы видим ASCII conversion table. У каждого символа есть свой код. Здесь он представлен decimal в десятичной системе. Но здесь по-английски написано character. Character это знак. Знак, в данном случае, символ. И decimal. Это десятичная система. Там разные системы есть. Но мы возьмем, конечно, не все знаки. Можно посмотреть в интернете. Там большие таблички длинные. Мы возьмем лишь часть знаков. И я покажу, какие числа, какие коды прикреплены к определенным знакам. Например, у знака восклицания ASCII код 33. Код ASCII 33. Потом идет группа знаков. 34, 46 к ним прикреплены числа. Потом вот этот слэш. И у него код 47. Затем числа идут от нуля до девяти. Да, каждое число. Это же тоже знаки. И у каждого числа есть свой код. ASCII код. 48, от 48 до 57. Затем двоеточие. 58. Опять некие знаки. Можно посмотреть, какие именно. Но нам это не так важно. У собаки код 64. Затем идут буквы английского алфавита. 26 букв. Букв английского алфавита. 65. У них от 65 до 90. Код. У каждой буковки свой код. Обратите внимание, что это заглавные буквы. Большие. Не маленькие буквы. Не строчные. Дальше мы видим. Опять квадратная скобочка. 91. Левая причем. Здесь опять некие знаки. Там есть и правая квадратная скобочка. Я просто смотрю по блокам. Знаки. Потом цифры. Опять знаки. Потом буквы. Какие буквы? Заглавные. Большие буквы. Опять знаки. Вот они заканчиваются 96. Это называется гравис. Кстати. Вот это вот. Не апостроф. Это гравис. Обратный такой. Он используется в французском языке. Например. Оксанграф. И теперь мы видим от 97 до 122. Какие буквы? Маленькие. Строчные буквы. От A до Z. Или Z. Смотря какой английский вы используете. Американский или британский. Z или Z. Вот так. У каждого знака свой ASCII code. Теперь. Зачем нам это знать? А затем. Чтобы понять. Что вообще питон тут творит? Что он делает? Python. Он сравнивает. В данном случае. Если мы не указываем LEN. Он просто сравнивает. Букву за буквой. Сначала первые буковки сравнивает. Но. Если он видит. Что. Какой код? Он сравнивает их коды. Буковок. Если он видит. Что у буковок не равны коды. А у них явно не равны коды. Это разные буквы. То стоп. Он уже не переходит ко второй букве. То есть он сравнивает букву D и букву S. Если разные. Они явно разные. Это разные буквы. То он уже к букве A и к букве T. Он не переходит. Все. Стоп. Он сразу нам уже выдает вывод. Смотрим. Какой у нас код у буквы D. Здесь. Алфавит. A 97. B 98. Тогда будет несложно посчитать. C 99. А D 100. У буквы D. Код будет 100. И буква S. Ну мы тут считать не будем. Она в серединке где-то алфавита идет. И ясное дело, что у буквы S. Она идет за буквой D. У нее код больше 100. Больше 100 и меньше 121. Соответственно. Python смотрит. Ага. Вот D. У нее код 100. Вот S. У нее код больше 100. Какой-то там. Все. Я стол больше. Стол победил. То есть Python отдает победу столу, потому что стол начинается на букву S. И ASCII код. Код у этой буквы больше, чем у буквы D. Чем у строчной буквы D. Еще пример у нас есть. Два дивана. Ой, нет. Прошу прощения. Страница 3. Не запутаться в моих фолиантах. Так. У нас здесь уже не два дивана. Здесь у нас диван и лампа. Две строки. Ну что? Сравним эти две строки. Сравним не способом LEN. А, кстати, если мы сравним способом LEN, что будет у нас? Тут невооруженным глазом видно. Если мы сравниваем через LEN, какой вывод-то у нас будет здесь? Ну, тут просто одинаковое количество букв, одинаковое количество знаков. По пять букв в каждом слове. И у нас будет вывод PAD. Ничья. Верно? Теперь приступим к сравнению. Не будем... Теперь способом LEN мы сравнили. Экспресс-сравнение. Теперь будем сравнивать вот этим способом буква за буквой. Или сравниваем каждую первую букву сначала, потом вторую, потом третью и так далее. Сравнение. Character for character. Буква за буквой. Можно перевести. По очереди. Поочередное сравнение. Пишем тогда IF. Какой мы код пишем? Если M больше L. Кто у нас победил? Print. Диван победил, конечно же. Элиф. M меньше N. Print. Тогда побеждает лампа. LP. И ELSE. Ну ELSE явно тут не случится, но напишем print part. Не жалко, напишем part. Вывод у нас какой? Кто победит? Тут опять вспоминаем нашу табличку. D, D, буковка D, код 100 мы уже знаем, и буква L. Она явно идет за D. Ну, нужно, если что, вспомнить английский алфавит. ABCDEFG, H, I, J, K, L, M, N, O, P. L идет явно за буквой D. Поэтому побеждает у нас лампа LP. Отлично. Но что произойдет, если мы изменим одну из этих строк? M останется таким же. M переменная. Диванчик у нас. Диван. Был диван, и остался диван. А то, что прикреплено у нас к переменной L, поменяется. К переменной N. И вместо строчной буквы L мы напишем заглавную. Ла-М-Па. Осталось 5 знаков. Но первая буква поменялась. Была маленькая L, строчная стала заглавная. Большая L. Что будет, если мы теперь напишем точно такой же код? Тот же самый код. И какой же у нас будет вывод в данном случае? Кто у нас победит? А побеждает диван. DP будет вывод. И почему? Смотрим табличку опять. Выглядит странно, но у больших букв, у заглавных букв, у них ASCII CODE меньше, чем у строчных. Немножко нелогично кажется, что большие должны иметь больший код, но нет. То есть у нас тут диван был 100, мы помним, да? А теперь лампа-то у нас заглавная буква. Питон сравнивает маленькую D и большую L. Строчную D и заглавную L. L у нас заглавная находится в ранге от 66 до 89. То есть явно меньше 100. Даже меньше 89. И в таком случае, конечно, побеждает диван. Еще есть. Ой. Не то делаю немножко. Еще вот. Теперь все то. Страница 3. Даже написано, чтобы не ошибиться. Страница 3 у нас 2 дивана. Вот один диван такой. Все с строчными маленькими буквами. И во второй диван. Второй диван. Вторая вот буква I. Ну или в русской транслитерации I. Она большая, заглавная. Сравним. Если M больше, чем Z. Print. Z. Будем говорить Z. Мы же в школе говорили Z. Print. Что мы пишем? Маленький диван, да? Дип. Диван с маленькой буквой I. Побеждает. Элиф. M меньше, чем Z. Print. Дип. Тоже дип, но с большой буквой I в центре. Елс. На всякий случай. Пат. Пат. Тут у нас уже ничья. Кто же победил? Здесь несложно догадаться, что победит диван с маленькой буквой I. Дип. Здесь хочется немного поговорить о процессе сравнения. То есть, Патин сначала сравнивает две маленькие, две строчные буквы D. D, да? У них одинаковый код. 100 и 100. И дальше он переходит уже буква за буквой, да? Буква шаг за шагом, буква за буквой. Вторая буква строгая. Здесь буква I маленькая, а здесь буква I большая. Мы помним из нашей таблички, что у буквы I большой, у заглавной буквы у нее код, а с код меньше, чем у маленькой буквы I. Поэтому побеждает диван с маленькой буквой I. И последний пример, что мы сравниваем все слова до слова. Попробуем сравнить. Ну, можно сравнить разные там знаки, восклицательные, все. Но я уже буду сравнять с буквами. Приветствие. Ну, пусть приветствие будет. Да, привет, как дела? Напишем просто, как дела? Приветствие 1. Как? Напишем небольшие строки. Как дела? Друг. Пробелы тут есть, запятая, все как положено. И второе приветствие. Как дела? Друг с большой буквы. Друг. Ой, получилось драк. Ничего. Друг это не драк. Теперь. Ну, сравним опять эти два приветствия. Если приветствие 1 больше приветствия 2, что мы пишем? print. Побеждает друг со строчной буквой. Д. 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 У нас буквой будет вывод ДП. Строчные. И опять же смотрим, как сравнивает. Просто опять показать процесс сравнения. Как сравнивает pattern? Первые буковки одинаковые, вторые одинаковые, третьи. Даже пробелы. Даже у пробелов есть ASCII code. У каждого пробела, по-моему, 32. Тут 32, а тут 32. Дальше. Дела. Все идентично. Запятые сравнил. Сравнил опять пробелы и дошел до слова друг. Друг. Здесь у нас маленькая Д, а здесь большая Д. И заглавная Д здесь строчная. И мы знаем, что больших букв что? ASCII code меньше, чем у маленьких букв. Соответственно, побеждает ДП со строчной буквой Д. Ну, здесь уже больше особо не о чем говорить. И нужно все-таки закрепить. Тема не очень сложная, но это важно знать. И поэтому нужно сделать упражнение, которое вы найдете в описании под данным видео.